На Украине сегодня было сформировано новое правительство. Через несколько минут мы расскажем вам подробно, кто получил портфель в новом кабинете министров. Ну а прямо сейчас с нами на связи один из новых членов правительства, член нового правительства, руководитель нового ведомства, иллюстрационного комитета. Егор Соболев. Егор, добрый вечер. Слышите ли вы Москву? Слышите ли вы студию Дождя? Добрый вечер, рад слышать. Скажите, пожалуйста, на каких принципах будет основываться деятельность вашего иллюстрационного комитета? В конечном счете, вы предполагаете, что сколько людей подпадут под его действие? Первое, я думаю, что мы должны вместе решить, какая иллюстрация нам нужна. Я очень хочу, чтобы она прошла по правилам, которые были бы утверждены парламентом, и чтобы эти правила были разработаны людьми. Более того, я хочу, чтобы с этими правилами, перед утверждением, мы съездили в Донецк, и там поговорили о том, для чего нам нужна иллюстрация, и что она даст. И то же самое, чтобы мы сделали во Львове. Что касается количества людей, понимаете, это будет самое ужасное, если мы как НКВТ будем говорить, вот нам нужно расстрелять 30 тысяч человек, или нам нужно убрать 300 судей. Это неправильно. Мы должны ограничивать людей в праве занимать государственные должности в будущем, исходя только из их действий. Ну, например, все люди, которые будут признаны судом виновными в организации массовых убийств, а именно сейчас такое дело расследуется нашей Генеральной прокуратурой, конечно, мы не можем позволить, чтобы в будущем кто-то их куда-то назначил, или кто-то их куда-то избрал. То же самое можно думать о людях, которые инициировали законы о диктатуре. Это абсурдные, жестокие законы, которые были приняты в январе, и которые, собственно говоря, и привели к крови. Например, некоторые из этих людей, Егор, я прошу прощения, я вас перебью, просто я хочу понять, до какого уровня эта иллюстрация будет, по вашему, во всяком случае, видению, доходить на Украине. Потому что, если говорить про законы, так называемые законы 16 января, то некоторые люди из тех, которые голосовали за эти законы, сейчас заседают в Верховной Раде и голосуют сейчас за совсем другие законы. А если вы говорите про разгон демонстрации, то кто должен нести за это ответственность? Люди, которые принимали политическое решение, люди, которые принимали решение на месте, люди, которые нажимали на курок. Кто? Опять же, повторюсь, правила должны быть выработаны открыто и совместно. И я могу сейчас высказывать только свое личное мнение. Завтра в три часа мы собираем встречу людей, которые будут разрабатывать эти правила, которые хотят в этом участвовать. И эта встреча будет транслироваться в прямом эфире, чтобы все было прозрачно. Мое личное мнение, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что все, конечно же, организаторы, которые принимали политическое решение, конечно же, командиры Беркута, командиры внутренних войск, которые позволяли им стрелять в людей, а в ряде случаев даже настраивали их специально, чтобы они были особо жестоки. Ну и, честно говоря, тяжело себе представить, что нужно дальше тем же беркутовцам давать возможность служить в Беркуте. Мне кажется, что кроме расследования они нуждаются в серьезной психологической помощи, потому что у этих людей серьезные моральные травмы были нанесены тем, что они делали. И я думаю, что у них точно не в порядке ни с душой, ни с головой. И оставить их на государственной службе, оставить их в спецподразделении, просто потому что они теперь будут нам служить, было бы безответственно и было бы против принципов Майдана. Какие должности, в частности, Беркуту, ну как вы считаете, не стоило бы занимать? Я просто приведу такой пример. Понятно, что такое Беркут для Киева, но вот накануне мы все видели эти кадры, и зрители Дождя их тоже видели, как в Севастополе Беркут встречали цветами и аплодисментами. Они разные имеют вот таким образом имидж, назовем таким словом, в разных частях Украины. И, наверное, нужно... Ну, тут сложно, вам будет очень сложно, мы это понимаем. И, кроме того, не было такого опыта по иллюстрации вообще, в принципе, выработать какие-то правила, которые бы устроили всех. Как вы это видите себе сейчас именно в отношении Беркута? Что они смогут, что они не смогут делать? Ну, люди, которые убивали людей, люди, которые мучили людей, видели все такие кадры. Люди, которые получали от этого удовольствие, они, конечно же, должны быть уволены навсегда, и они должны встретиться с государством в суде. Люди, которых втянули в противостояние, которые стояли в колоннах, шеренгах, в оцеплении, но никого не убивали, не травмировали, не мучили. А таких, я уверен, было на самом деле большинство с той стороны. Я считаю, что мы должны им дать попробовать себя в других сферах. В частности, Украине нужны новые, настоящие вооруженные силы, настоящая профессиональная армия. В конце концов, мы надеемся, что теперь, когда бизнес прекратил грабиться одной семьей, семьей президента, будет большое количество возможностей для любого человека найти себя, и не обязательно в правоохранительной структуре, и не обязательно в охранной структуре. Не секрет, что в милицию в последние годы очень многие люди шли зарабатывать. Я считаю, что если эти люди смогут зарабатывать честно, зарабатывать в бизнесе, зарабатывать, производя или делая что-то, от этого выиграют и они, и страна. Егор, еще один вопрос, он не касается вашей работы, он касается вашей судьбы. Вот мы сейчас готовились к эфиру, и я обнаружила, что вы до 95-го года жили на Сахалине, а потом переехали на постоянное место жительства на Украину. И скажите, если коротко можно это сказать, что вас заставило это сделать, вот какую вы сделали невероятную карьеру на Украине, вошли в правительство. Ну, вошли в правительство, это очень громкие слова. На самом деле, мне предложили заняться люстрационным комитетом, которого, как вы понимаете, еще не существует. И его нужно не только создать формально, но и организовать реально его работу. Как я попал в Украину? Дело в том, что здесь, в ужасном бандеровском городе Донецк, у меня всегда жила бабушка. И я просто переехал к ней жить в 95-м году, вы правильно сказали, из России, из Южно-Сахалинска, где учил историю и социологию. Большую часть своей жизни в Украине я отдал журналистской карьере, и только, в том числе, последние пять лет занимался журналистикой расследований. Я возглавлял бюро журналистских расследований. И в июне прошлого года, последним летом, я сказал, что я ухожу из журналистики, потому что я больше не вижу смысла в том, чтобы описывать злоупотребления, которые не только не останавливаются в результате описания, но встают все больше и больше. И я сказал, что я хочу уйти в общественную политическую деятельность для того, чтобы изменить то, что тогда происходило. И кажется, сейчас для этого есть действительно шанс, и я думаю, что мы все попытаемся, чтобы страна построила то государство, которого она заслуживает. Я думаю, что это давнее историческое проклятие Украины. У него всегда были замечательные граждане. Козацтво, она живет веками, в том числе с его благородством, с его храбростью и с его несребролюбием. Но успешное государство – это страшная редкость в истории Украины, и мне кажется, сейчас у нас огромный шанс его создать. Спасибо большое. На связи со студией «Дождя» из Киева по скайпу был глава иллюстрационного комитета Украины Егор Соболев. Который сегодня, по сути, вошел в правительство, которое сегодня было сформировано. И в это правительство, в портфеле в нем получили, в том числе и те, кого называют героями Майдана. При этом избранный министр осознавал...